Неблагополучные семьи, профилактика социального сиротства, развитие детского туризма в Чувашской республике. Эти и другие вопросы на контроле Координационного совета при главе Чувашии. Сегодня его участники подвели итоги работы за год. За круглым столом министры, педагоги, представители правоохранительных органов и депутаты. Именно в таком составе в течение всего года Совет обсуждал одну из самых актуальных проблем современности. Как защитить права и интерес ребенка, оградить несовершеннолетних от совершения преступлений. Главная задача взрослых – увлечь и заинтересовать детей. Когда дети увлечены чем-то серьезным и интересным, то им некогда заниматься дурными делами. Этот факт подтвердил и замначальника полиции МВД по Чувашии Валерий Жуковец. Одним из перспективных направлений гармоничного развития ребенка считается образовательный туризм. В Чувашии активно внедряют различные проекты в этой сфере. Проект «Живые уроки», к примеру, пришелся по душе и взрослым, и детям. За последний год в Чувашии появилось немало интересных образовательных, спортивных и экологических маршрутов. По территории Чувашской республики пролегает более 60 экскурсионных туристических маршрутов, из которых 47 приспособлены для принятия детей. С целью посещения объектов истории, культуры, памятника, природы, обозначенных в туристическом паспорте Чувашской республики, общеобразовательными организациями республики организовано в течение года было более 900 выездов школьных групп. Охватывая часть, как я уже сказал, свыше 30 тысяч. Кроме этого, в этом году был дан старт республиканскому проекту «Маршруты на пути к неизведанному». Первым маршрутом в рамках проекта стал квест «Край, в котором есть я». Кстати, по оценкам Ростуризма, Чебоксары в 2016 году вошли в топ-10 городов, благоприятных для детского туризма. Так что в следующем году работа будет продолжена. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика.